200, 300, 400 тысяч книг, учебников, допустим, которые нужны нам. Понимаете? Мы запрятим деньги. Отдайте свои книги адрегаторам. В конце концов, вы бы чего это нельзя? В чем проблема? Они будут отчислять вам деньги, да? Вопрос в том, что поймите, вы и нас. Нам экономически не вызовно работать с вами как создателей. У вас прекрасно. К нам приходил представитель Лангкеля. Мне очень понравилась их база данных. Но что толку мне с этой базой данных? Если деньги, которые я за нее заплачу, у меня не окупятся, я отдам статистику. В руководство стою, мне скажут, вы на что деньги потратили вообще? Если у вас одна книга за мной, спрашиваю вас один-два раза, вы на что потратили деньги, скажу. Вот это, я понимаю, что мы большая библиотека. Мы не имеем отношения никакого к библиотекам, районным, небольшим. У нас своя специфика, да? Но если работать с большими библиотеками, вопрос у нас стоит именно так. Я думаю, что представители Питера нас поддерживают. Есть ли какие-то замечательные темы? Я за то. В общем, может быть, да, ну, извините, мы такие вот крупные, вот нам так, у нас такие проблемы. Но вот это такая эмоция в зал. Вам крупно, вам крупно. Проще работать с издателем, чем мелким. Нам лучше работать с агрегаторами. Понятно, но при том, при том, понятно, но я говорю, что все-таки вам, крупные библиотеки, у вас хоть там сколько-то человек есть в отделе конфликтования, а у районных там, ну, что там, два-три человека. У них вообще никакой такой возможности реально нет. А грубляем? А грубляем очень сильно. Кто еще? Кто больше? Да, Юрий Александрович, пожалуйста. Микрофон, если можно, микрофон. Нет, я не могу. Работаю как раз и в большой библиотеке РКБ, и в сравнителе небольшой, и красный. Центральный городской Москвы. Так, почему никто не зацепился за слова сейчас представительницы МГУ, что за выдачу агрегиники платить никто не будет? Мы знаем, что в скандинавских странах, во Франции, автор которого спрашивали в библиотеках всей страны Олия Старас, он и получает авторские отчисления. Или правообладатель на эти произведения. И как выяснилось, когда это насчитывает в конце года десятки миллионов евро, но оказывается, что это всего 37% от бюджета на культуру Франции. Или в Скандинавии, еще меньше. Таким образом, это Министерство культуры должно договориться с писательскими организациями, с коллективными организациями управления авторским правом, чтобы они эти отчисления давали авторам, а не пожирали сами, как производители литературы. Вот в чем мое предложение использовать, но поднимем. Что, есть желающие? Были руки? Наталья Николаевна Литвинова, Российская государственная библиотека. Я подчеркиваю, что я говорю не о применении библиотеки, это мой личный взгляд на эту проблему. Мне кажется, библиотеки не должны заниматься ни своим делом. У нас нет такого опыта, как у издателей, чтобы работать регулярно с авторами, чтобы заключать эти соглашения. И опасность обрушения рынка, конечно, она есть, и мы ее прекрасно осознаем. Я думаю, что библиотеки могли бы заниматься в плане создания действительно значимого национального библиотечного ресурса теми произведениями, которые ушли из-под охраны авторским правом. Это прекрасные произведения, которые востребованы. И вот мировая практика доказывает, что цитирование, например, в гуманитарных областях, более 50% цитирований приходится на работы, которые написаны века назад буквально. То есть этим тоже надо заниматься. И может быть, издателям это неинтересно. И кто, кроме библиотеки, с помощью государственных денег мог бы решать такую задачу? Может быть, библиотекам стоило бы заниматься теми работами, которые имеют научное значение, вот скажем, которыми издатели не занимаются диссертацией. Они называются неопубликованные работы. Или теми работами, которые авторы готовы передать. У нас даже в работе с национальным библиотечным ресурсом было немало авторов, которые готовы сами отдать, ну пусть они уладят, конечно, свои взаимоотношения с издателем, если таковые существуют. И вот этим надо заниматься. А все остальное надо, конечно, чтобы этим занимались профессионалы, издатели и агрегаторы. И тогда, ну вот то, что называется «пусть цветут все цветы», будут маленькие, которые предлагают точечные продукты, которые нужны небольшим библиотекам, и будут громадные, которые будут предлагать свой продукт большим библиотекам, которым не хочется возиться с мелочевкой. И действительно, уже не раз об этом говорили люди более авторитетные, чем я, Запад это уже прошел. И там есть крошечные издательства научных обществ, например, выпускающие 2-3 журнала и несколько монографий в год, и они существуют, а они востребованы. И есть громадные агрегаторы, которые предлагают миллионные продукты. И это нужно библиотекам. Мне кажется, вот для нас это вполне такой разумный будет. Еще желающие выступить? Есть? Да. Уже вот наступает следующий час, когда следующий круглый стол должен начаться. Значит, дорогие коллеги, все-таки, как Ваша точка зрения, вот принципиальная? Должна быть резолюция по этому вопросу в конференции или нет? Пункт первый. Должна быть. Хорошо. Пункт второй. Обращаюсь еще раз ко всем, кто хочет, чтобы о них было сказано в констатирующей части. Сколько времени у нас? Неделя, допустим, да? В течение недели организаторам конференции тексты про себя, ну, я не знаю, в объеме одного абзаца. Описывающие... Ну, да, информационный, информативного характера. Описывающие ситуацию про Вас, что Вы есть, такие. Это второе. Нет возражений против этого? Что еще может быть в констатирующей части? Если у Вас появится идей на этот счет, конструктивный, то же самое прошу Вас. В течение недели, давайте так, после завершения конференции. В течение недели после завершения конференции. То есть на следующей неделе мы ждем от Вас предложений. Если Вы не возражаете, в принципе, против того, что написано вот в этом документе, в этом проекте, ничего такого криминального, так не написано. Если Вы не возражаете, то мы можем это считать основой. Можем? Можем. Очень хорошо. Большое спасибо. И Владимир Владимирович еще хочет дополнить. Спасибо за участие. Сейчас мы передаем в распределение ведущему следующего круглого стола. А пока интернетим 30 секунд. Я хочу пригласить всех издателей, книгопродавцов, представителей различных книжных фирм и библиотекарей, библиотечных работников, для участия в выставке издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг, который состоится в рамках Российского библиотечного конгресса в этом году, который состоится в Перми, с 14-го и 19-го марта. Пожалуйста, какая-то тема. Да. Пожалуйста, какая-то тема. Пожалуйста, какая-то тема. А, да. Сейчас, привет. Мы сейчас, как мы и обещали, в первой части нашего заседания, мы участвуем в этом проекте. В заключении доступа к ресурсам, к индустриям, к системам образования и науки, и мой соблюдающий, аниме из наших соисполнителей по проекту, Александр Иванович Бельмин. Первая вещь, я готов сейчас ответить на вопросы, я хотел просто организационно. Вот у нас, у наших сотрудников, есть привезенные типовые письма и типовые соглашения. Ирина Валюстановна, у вас, да? Их можно просто сейчас получить. Всем, кто хочет принять участие, просто, я даже не знаю, как, наверное, положить, если на столе, или вот здесь, вот внизу, наверное. Или лучше, тогда встаньте еще раз, покажемся. Вот. Заместитель генерального директора нашей библиотеки, Елены Валюстановны, она является тоже одним из организаторов работ в головной организации, и, например, в России, вот у нее эти документы есть. Мы еще раз говорили, еще раз повторяю, что участие в этом проекте бесплатное. Оно предполагает создать условия для того, чтобы электронные каталоги для тех, вузов и для тех, вложенных организациях были доступны для того, чтобы университетный исходный каталог мог взять методами и создать вот такой настоящий, неполноценный, условный каталог, позволяющий осуществить информационную навигацию для того или иного исходства. Я думаю, что повторяться мы не будем. Наверное, лучше это все построить в форме вопросов и ответов. Либо ангенера, либо вот Александр Иванович, который у нас в проекте отвечает за разработку целого ряда систем, и которому мы видим в проектах нашего проекта для главного технологии. Ну давайте, пожалуйста. Дорогие коллеги, друзья, кто отвечает за актуал, можно немножко покрустить? Вот так, да? Значит, я хочу небольшое объявление сделать, да? Сегодня у нас достаточно может быть интересного случаяся с Галом с вами, потому что проект начинается, несмотря на то, что он будет больше поздно, и мы отчитали за первый этап, мы не знаем, но по мнению его ощущений прошло уже больше 30 лет. Значит, здесь есть еще много вопросов, которые не имеют ответа. Может быть, мы как раз в эту ситуацию можем попасть. Потому что ставится столь инвестиционная задача, которая никогда не стоялась в таком ключе для страны. Фактически это национальный проект, смысл которого является обеспечение доступа к каталогам препятствий. В пределе их должно быть ухудшись, что должно видеться и через единую точку, через портальную точку. Все ТЗ ориентированы на очень большую масштабируемую систему и нагрузочную способность. То есть это действительно ресурс, который должен быть доступен нам 50 тысяч или 40 тысяч людей, например. Но это только технологии. Потому что предельной целью этого проекта является доступ к контенту полным текстом, который в первую очередь порождается в университетах разных формах, которые никогда не будут по бумаге это диджитал-клорбе применять. И планируется, что контент будет находиться в распределенном пространстве, а доступ к нему возможно через единую точку поиска по каталогам и по контентам. Но тот, кто участвует в Орбекон, который я тоже представляю, вы видите сходность вот этой идеи, которая была поставлена в Орбекон 10 лет назад. И вот этот десятилетний опыт эксплуатации орбеконовских систем позволил наработать опыт, который в полной мере будет использован в этой системе, о которой мы сейчас будем говорить. Я говорю, только о технологиях. Вы понимаете, что любая технология может погибнуть под проблемами законодательного типа, либо политического и так далее. Я больше того скажу, что уже принято решение, будет съезд Орбекон в ближайший буквально месяц, на котором будет заявлено о создании Орбекон-2. То есть мы уже настолько накопили опыт, что вынимаем необходимость изменения решений архитектуры самой системы, и организации, и также информационной системы Орбекона. И в значительной мере, если этот проект состоится до конца, мы надеемся, что он будет, он будет внедрён в Орбекония. Это говорит только о том, что мы делаем речь, которая будет продлежать репликации в различных системах. Мы делаем открытый продукт. На самом деле, по заказчикам является государство, но результаты технологии могут быть использованы на любом уровне, и на двигательном стоящими библиотеками, и корпоративными системами. Поэтому у меня есть определённая надежда, что в объёме Орбекона этот проект будет реализован в полном объёме, и это поможет более амбициозному проекту, который представляем мы здесь, который объединит библиотеки, которые и не входят в Орбекон, которые могут входить или выходить из этой системы по своему желанию и протяжению многих библиотеков. Но это вот общие слова. Значит, ещё, чтобы не забыться, вот мы уже джентрих скорых, я хочу объявить, что я с собой принёс приглашение на конференцию Орбекона. В рамках этой конференции будет уже не один час обсуждения, а будет часа 4-5 системы семинаров, посвящённому реализации этого проекта. Сейчас мы даже не имеем тех результатов, которые мы можем показать. Мы надеемся, что в начале июня мы покажем, кое-какие прототипы интеграции ресурсов, о которых идёт речь в этом проекте, живооработающие здесь или здесь. Также будут выступать разработчики и программисты, собственно, которые и люди, которые этим занимаются, которые смогут осветить вопросы более глубоко. Потому что если у вас есть желание, вот на конференцию Орбекона, там соединение, приглашение здесь оставлено, да, на столе, пожалуйста, приезжайте, и это будет предметно выздорово. Ну и всё, вот вступление, наверное, отмена очень короткое. Евгений Александрович, там я тебе заполняюсь, да? Я уже сказал про проект, значит, у нас, сейчас мы по-другому скажем, запланировано до конца года, вот, как я уже говорил, порядка шести-семи семинаров в разных городах страны, вот помимо, вот в мероприятии, который говорил у Александра Ивановича, и помимо конференций, это будет, да, помимо мероприятия, это арбекона, и уже упомянув, что все мы, но эта конференция премьера легко, у нас еще не будет. Слушайте, что? В Перми, в Перми. Селекционная система. Нет, всё нормально. У нас будет в Перми еще в рамках РБА совещание, у нас запланировано еще в Новосибирске и в Ярославле, вот это такая. То есть получается раз в воды все и шесть. Уже было в Нижнем Новгороде. Это вот такие организационные совещания, потому что помимо всего остального, Министерство образования и науки просит нас до конца года, желательно, до конца третьего квартала, разработать пакет нормативных документов по участию в этом проекте. Для этого нам нужно понимать, на какой аудитории мы говорим. Поэтому вот этим вот сегодня то, что раздают документы, это документы у нас согласованы с Министерством, это, значит, тепловое письмо, ответ и, кстати, это вот, соглашение, и соглашение. Считайте, что ли это он не передал. Ну, хорошо, да. Значит, вот это как бы первый шаг обязательный, а потом уже будет, ляжет в основу взаимодействие, значит, в ходе вот этих работ экспериментальных, в ходе проектирования с тем, чтобы был подготовлен пакет, который будет иметь статус либо распоряжения министра, либо постановления коллегии, но там это будет бедно. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы очень осторожно сейчас говорим, все-таки, по полнотекстовому ресурсе, имея в виду, что вопрос неоднозначный. Вот, значит, состоялось два совещания от Минобля на эту тему с очень высоким уровнем участия, значит, первое, это же, руководство Кусинка, второе, вот, недавно было, руководство Кономарева, что неизбежит министра, где люди, не являющиеся разработчиками проекта и не являющиеся участниками, а вот со стороны эксперта, как раз очень, ну, как-то, очень так избирательно задавали вопросы касательно полнотекстового контента, поскольку здесь и правовые вопросы, и вообще, так сказать, направленность проекта. Поэтому мы еще раз повторяем, что в первую очередь это навигация к электронным каталогам, но желательно, конечно, чтобы как можно больше информации про существующий полнотекстовый контент был, и в том числе возможности доступа и обслуживания этим контентом. Это поплавленная задача. Но мы хотели все-таки услышать ваши вопросы. Я просто немножко добавлю в нескольких вещах немножко больше информации. Значит, изначально весь проект, если мы говорим о полнотекстах, изначально весь проект вытекает из получения президента, так называемый знаменитый пункт ВАЖ, который требовал обеспечить доступ к фондам университетских библиотек. К фондам университетских библиотек имеется в виду традиционный фонд. Потому что пожаловались к президенту, приходят на своем родном областном центре, приходят в областной универсальный, они говорят, что этой книжки нет, есть книжка в университете, на университете эту книжку и выдают. Вот это вот они пожаловались к президенту, отсюда пошли все в мега. Достаточно давно они, полтора года, растут, там не с информацией сначала хотели сделать, там не получилось, что-то по-другому пошло. То есть изначально, конечно, система навигационная. Но в настоящем моменте, как мы поняли из предыдущего обсуждения, всех интересует не только навигационная система, но и доступ к полным текстам. Но вот еще раз подчеркиваю, что доступ к полным текстам является в основном прорегативе того университета, который работает в этой программе. Нормативные документы, которые показывают, пока, пока, не существует. Так что, пока мы работаем в области навигации. Очень мне понравилось высказанное Александр Иванович, на тему того, что те, кто работает в корпоративных проектах, более легко, можно сказать просто, без всяких лишних дополнительных усилий вольются в этот проект. Вот Александр Иванович, что его право векон, замечательно, значит, кто работает в право веконе, он, естественно, с помощью Александра Ивановича и его швейдор-топ-балюта. Существует директор-скопорации, на базе которого, собственно, построен тот макет, который я хронически не показывал. Я вас призываю каким-то образом поработать с этим макетом, если вы записали адрес сети интернет, где он существует. Нам крайне важно получить от вас обратную связь, обратную связь, что не хватает в этой системе, что должно быть в этой системе. Никто пока не знает, как реально должна быть, где будет выглядеть эта система. Нужны там какие-то обложки, не нужны лицензии, там так и как будут. Какой вообще уровень сервиса нужен? Почему? Потому что замминистра, вот на последнем заседании, он сказал ключевую фразу. Мало кто обратил внимание на эту фразу, но он сказал, нам очень хотелось бы надеяться, что эта система будет нужной университетом. А для того, чтобы она была нужной университетом, нам крайне нужна обратная связь от вас. Что вы хотите видеть в этой системе? Естественно, без фанатизма, да? Не все все и все сразу. Мы все все отнять, загрузить в эту систему, все ОБС похоронить, все остальные тоже похоронить, чтобы была одна точка, в которой мы будем все дружно работать. Отсюда два вывода. Прежде всего, это попытаться не дезинфицировать работу в тех корпорациях, которые существуют, чтобы более просто, в Линцах, в Барбеконе, в Бурбас корпорации, в Слодной патологии, в научной письмной литературе, в тех системах, которые были поименованы, держать с нами, безусловно, связь и высказывать свои предложения, свое мнение на эту тему, как вы видите, не дальнейшее развитие, вообще, как вы видите эту систему. Мы будем стараться максимально, как это и соответственно. Тем более, что есть тут, Питер вообще уникальный город, сплошные разработчики этой системы. То есть, если вот Макеев делал Кирилл Евгеньевич, Соколенский, то сейчас основную систему делает Александр Иванович, племян. Значит, в Питере вообще все и делается, собственно говоря. Естественно, от вас мы ждем максимальное количество информации. Спасибо. Можно еще бы вопросов? Может, я отвечу, Александр Иванович? Я по глазам вижу, что все. Давайте, да, считается по глазам, я дам вам возможность задать эти вопросы. Значит, на самом деле, мне сказать, что главный технолог, ну вот, вряд ли, но я один из исполнителей и руководящей группой политех, там работают те же люди, что делают торопиолог. Значит, мы отвечаем за еду технологическое европе, скажем так. Все, что связано с автоматизированным формированием сводного каталога, делаем это. И вот я хотел пару слов намекнуть, а что это такое, чтобы вы вообще понимали, что это унимается, я вас там. Значит, учитывая опыт распределенных систем, которые всегда актуальны, но которые не всегда доступны, стало ясно, что пользователи не будут ждать две минуты, пока идет поиск, в стране. Мы уже цитализованный ресурс, и это проект ТЭЛ, и это наш проект, отчасти, в большой степени, аналог проекта ТЭЛ, мы все просмотрели европея. Значит, там огромные наработки, мы, естественно, все, что можно, будем займислить от европейских проектов. Значит, смысл какой? В том, что существует система сбора данных, хорвестинга. Что это означает? Это значит, вы должны открыть свои каталоги, об этом речь идет, я не читал, но мы в этом письме, на уровне марковских записей, то есть, то, что вы там, сами делали, копировали, или еще, предоставить все свои записи для роботов, для копирования их и анализа в центре, где это там, пить или там, в демокриде, или в москве журнале. Это довольно, такой процесс, нерядовой, тут масса, масса проблем для синтеза вот этих описаний. То есть, автоматизировано движение, мы не говорим, что это обязан, должен быть в 100% РУСМАР-подержатель, хотя это очень желательно, но мы будем формировать централизованный ресурс Морсного РУСМАР-керта, национальной автоматике. Дальше, по каким протоколам будет обеспечиваться сбор вот этих каталогов или там, забор, да? Понятно, что ХЕР заставить работать в ОАЭ-протоколе, ну, нереально практически. Для этого, что ХЕР-разработчики Абисов свои пришпочки сделали, вы их купили, потом внедрили, ну, нереально, за трибуки. Поэтому мы пошли по пути по такому же, что идет ЕРУПИАН и ЕРСЕЛС, между прочим. Большое могущество ЕРСЕЛС. Всеми возможными путями, которые только доступны вплоть до физической пересылки каталогов при ВТИПе в какой-то центр, где они будут развиваться и автоматизированным путем, и механическим. Дальше. Те, кто работает в консорциуме, которые выдаваривают слово Z3950. Хочу сказать, у кого он есть, тот оказался прав, потому что все протоколы харвестинга современного, это подмножество Z3950, сильно упрощенное. Поэтому, у кого есть уже там ЭРБЗ, или там другие системы с Z, может не беспокоиться, для него проблемы практически не будет, и разработчики в моем лице обещают, что экспорт данных или с Z3950 будет осуществлен в коммунитетированном режиме. Также будут еще различные варианты сбора. То есть, сначала это будет большая помойка, которая будет потом улучшаться по мере, понятно, а потом будет работать процедура апдейта. То есть, в центр будут пересылаться не хибербиографические описания, которые у вас есть, а только те, в которых произошли изменения от предыдущего сбора информации, либо заново появившиеся. При этом исчезнувшие описания будут также актуально удаляться из централизованной системы. Эта задача нетривиальная. Но почему у меня есть уверенность и успехи? Потому что такую модель сейчас мы внедряем в Тадостане. Крупный проект где 1024 библиотеки публичную и дорогу. Сейчас люди приехали из сел, из деревень, где ставится система. Они принцип будет такой же реализованный. Так как сроки там более короткие, этот опыт будет использован национальном национальном уровне. Что будет происходить дальше? Централизованный каталог, который будет автоматически сформирован. Мы постараемся придумывать алгоритмы мажорирующие, которые позволяют выбрать более качественные записи, которые будут приниматься в качестве базовых. Здесь много разных идей, они сейчас используются разными. Далее будет строиться централизованный индекс поисковый. И поиск будет происходить в централизованном индексе быстро, для этого есть тоже у нас наработки специальные, которые в результате будут указывать держатель, и в перспективе, если держатель будет привязывать к своим биографическим записям полные тексты, то последует подключение системы работы с полными текстами, включая систему ДРМов управления авторским правом. Но об этом три года мы вообще не говорим, хотя очевидно, что к этому все должно карта катиться. Просто так патологии уже мало кому нужны становятся. И все произойдет гораздо быстрее, мудреннее. Тем кто из программистов ребята тут сидят, я вижу знакомые лица такие, чтобы их успокоить, я зачитаю такие магические слова, названия технологий. Просто библиотеки могут расслабиться и почувствовать как они звучат. Джина Taskback Tranger Tesslem контроль версия Fish Ari навигатор по коду Bambo это самое крутое, крейс очень серьезный, крейс дорогой, это сервер непрерывных интеграций, которые будут синтезировать вот эту программную систему. Confluence проектная база знаний разработчиков проекта. TestLink среда для написания тест-кейзов, то есть система должна верифицироваться автоматически. Movant сборчик проектов, операционная система подобная Unix семейства и ID Eclipse будет принято Eclipse с плагинами. Это среда локальных разработчиков на местах. То есть это может быть для библиотечного сообщества для нас впервые столь серьезный опыт распределенного создания очень крупной национальной информационной системы. Я надеюсь, что мы справимся. Вот эти технологии уже установлены на двух кластерах учислительных. Один кластер в политехническом университете, которое представлено, другой находится в Москве. Разработка реально началась. Вот, а теперь пожалуйста, представляете. Милиция Кузнецова, Анатолия Мадарина, Герцгманский университет, директор библиотеки. Александр Иванович, всегда проще понять, когда на конкретном времени дочь лена Арбекона, наша библиотека, записи в Арбеконе. Наши действия на счет? Вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что когда мы подписывали договоры для работы с Арбеконом, в этих договорах не стояла передача марковских записей. Мы создавали единую точку с параллельным поиском. Поэтому Арбекон де юра не имеет права кому-либо отдавать марковские записи. Он может использовать только для обмена между членами Арбекона по положению. Я сказал слово Арбекон 2. Я надеюсь, мы должны обсудить, как мы сделаем юридически легитимное представление данных наших партнеров вовне в этом проекте. Почему участники корпораций выигрывают? Потому что есть уже все технологии внутри больших корпораций, которые могли бы быть подстроены под требования этого большого национального проекта, что снимет головную пуль с каждой конкретной организации. Но мы должны иметь право это делать. А вы должны взять вашу инфлекторную собственность и передать ее дальше. Следующий вопрос. Безусловно, это все равно накладывает на нас какие-то обязанности, в том числе и трудовые. Еще как. Еще как. Каким образом, коль скоро государство это... Вопрос решенный, государство разрешило выдачей денег этот проект. Как это отразится на конкретных библиотеках? Я имею в виду выдача денег заработка. что-то я не понял. Мы сегодня в утро в утро и в рационар наверное не ходят. Должны быть удачей государства в речи идет о создании открытой системы. Я же об этом говорил много раз только. От вас ничего не требуется. Если у вас стоит открытый каталог с любым протоколом стандарта то система автоматически работает не смотри. Я все понимаю. Наши записи заберут. Тогда зачем от нас брать разрешение? Просто в правовом поле проект будет обеспечен забором записи. Я правильно понимаю? с чего я начал первое? Это проект Добровой. Если вы чувствуете, что у вас разбитый каталог давая мильность, я вам советую не участвовать. Это первое. Потому что на самом деле это возможность предоставления своего ресурса в более широкий мир. Вообще мы вам обеспечили здесь в записи почему вы говорите вы создаете записи это продукт вашего правильного труда. Можно взять так чтобы вы ее не заметите. Это правильно. Но мы так работать не будем. Мы хотим получить ваше согласие на участие в этом проекте. Вот поэтому мы делаем эти не финансовые простые соглашения. Другое дело, что например внутри корпорации могут быть свои дополнительные какие-то обязательства. Например, в сводном каталоге научно-технической литературы, когда мы заключаем договоры с нашими поставщиками, у нас там 200 библиотек участников, мы можем записать в том числе и участие в этом проекте. И тогда уже ничего спрашивать не будет. Но где-то эта строчка должна быть. Либо в отдельном договоре, либо у вас с Арбиконом, как правильно сказал Александр Иванович, он пока не имеет права, либо в прямом договоре с нами. Но где-то это должно быть, если вы хотите к моему участку. Я, может быть, как человек, как директор библиотеки хочу, но у меня есть еще руководитель в лице ректора. Здесь не один раз уже слово коммерциализация упоминалось. Так вот, сейчас практически все руководители настроены именно на эту волну. Если они понимают, что государство дает... Вы поймите, я сейчас трактую не личную точку зрения. Я пытаюсь, наверное, многие так думают, но не все об этом говорят слух. И прежде всего, когда мы объясняем, что мы обязательно хотим участвовать в этом проекте, и он приносит нам вот такие-то дивиденды и такую-то совершенно умопомрачительную пользу, мы должны объяснить, за что мы это делаем. И когда это делается бесплатно, никто не верит, что это делается честно и в том объеме, в котором мы это будем делать. Поймите, поймите... Я про вас, возвращаюсь опять. Значит, будет письмо в комплект, это письмо не вам, это письмо вашему ректору. Чтобы не я ему объяснил. Он дает ответ, если отличается от трудового соглашения, обычного соглашения. Далее, далее, скоро у нас такая страна, что всем можем указ сверху, да, мы хотели обойтись, но понимаем, что надо и нас обязывать немного делать пакет на документы, который опять же будет бесплатным. В отличие от того приказа, который вам всем дали по покупке базы ЭБС, вы все сказали есть и быстро заплатили деньги. Но как это неправда, когда все это сделали? Нет, нет, Я Анатолий Кричвейн, мы теперь очень самостоятельно и в том плане, что вот мы целый год говорили про ЭБС и ЭБС подстроились под нас. Дело в том, что здесь нет ЭБС, здесь есть информационный проект, информационная навигация к ресурсам, который абсолютно добровольнее, кто хочет, участвует, значит, Минобор, с нашей помощью мы тянем пока время, чтобы был какой-то мягкий документ, рекомендующий участвовать в этом деле, но который может носить характер доступ к вашим ресурсам и возможность получения всех заказчиков наша система не вберет на себя функции за ваше взаимоотношение с пользователем. Вы получаете дополнительные заказы, в том числе на полные тексты, на печатные тексты и так далее. Значит, открыв каталог, мы думаем, что мы в системе ЭДД, другого по-моему нет, МГА сейчас не функционирует как партнер, мы получаем якобы заказы на эту литературу. Если они нужны пользуются, то да. Затрон, на дайте мне уже дали микрофон, можно ли я просто на историю? С одной стороны, вы сказали все, что я хотела сказать в первой части. Маучная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета завестите в диреках. Я говорю, Леонидович, вот в вашей презентации в первой части эта мысль прозвучала и сейчас она начинает пересовываться уже масштабно. То есть идет процесс в основе этого проекта, я уже не говорю о проекте, там много сложных вещей, потому что большие библиотеки получаются пленорами этой ситуации. Вы прекрасно понимаете, что такое каталог большой библиотеки. У нас свой сводный каталог, потому что у нас распределенная каталогизация между двадцатью двумя библиотеками факультета, этот каталог на считанный период записи. Он и так доступен в интернет, но я сделаю по праву, на 85%. А тогда я сама еще что-то в интернете, третья-пятая ссылка, результат поиска, это либо ссылка на наш каталог и следом идет арбикон, либо наоборот. Но это опыт последних двух месяцев, нам приходилось много что-то стать издания на педагоге. Но у меня такой вопрос, вы понимаете, что участвуют в этом проекте, публиотеки университета становится публичной публиотекой, а это статус на никто не у меня. Мы получаем эти запросы и мы обязаны, давайте без иллюзий, мне нужна ни опроса книги, ни информация о том, где она есть, уже полный тип. Мы будем ждать пять лет, мы будем выбирать этот проект, но это значит, получив, что в ближайшее место к нему научный реплиотек университет, любой читатель, который в национальном ресурсе нашел такую информацию, имеет право прийти и потребовать. И что мы будем с этим делать? На самом деле здесь никто ничего не придумал. Это поручение первого лица, которое именно вот так. Я могу например согласиться с вами, но мы не можем так говорить, потому что есть поручение. Он именно так рассматривает. Орган исполнительной власти именно по науке принял это к сведению и выдал такое поручение в виде госконтракта. Если нужно действительно нормативное письмо будет, просто мы сейчас хотим решить эту ситуацию на уровне соглашения. Что касается статус публичности, то от этого еще никто не умирал. Весь мир вверх тому. Весь мир. И, кстати, я говорил про проект DPLA, который сегодня в Америке проект номер один. Он как раз объединяет ресурсы публичных и возраст экземпляр. Тогда действительно сначала нужна нормативная база, потому что возможности в области библиотек не безграничны. Простите, пожалуйста, если это единственный экземпляр, значит, либо это электронная копия, тогда на каком основании, мы это все проговорили в первой части, мы просто так не можем подкреплять записи потолоки к выдачению тронной копии или доступу. Не надо я позволю себе не выдать последний экземпляр университетской библиотеки Санкт-Петербурга. Читальные залы имеют совершенно определенное количество мест, не соответствующие нормативам контингента вуза. Что с этим делать? Это надо думать вначале. Это правильно. Но еще раз, никто, вы понимаете, наша задача не учить вас, как обслуживать потенциал, и не лезть в эту ситуацию. Это не наше дело. Наше дело, как я уже говорил, это информационная навигация, которая пытается создать единое окно доступа. Собственно говоря, я приводил вам пример, мы далеко не первые. Этим занимаются и в Англии, и во Франции, и в Америке, и в Великобритании. И рано или поздно вообще по большому счету все современные технологии и Александр Гранц приводил правильные примеры, они оттуда пришли. Не будь по CLC, никогда бы не было никакого СКБР и так далее. Так что, да, мы идем с каким-то запаздыванием, но в любом случае я хотел бы четко разделить и не брать на себя никаких иных функций, кроме полосы информационного и информационного и информационного. Вот это тоже понятно. Передайте, пожалуйста, в этом проекте, но тем не менее есть некоторые вопросы и возможно, что чем-то мы когда-нибудь получим. Вы говорите о едином акне доступа к разным каталогам. Вопрос в том, у нас какой-то унижающейся системе Бориса Деоновича, на которую вы сослались, но тем не менее вопрос остается. Минимальный набор поисковых признаков и возможностей инструментов поиска это останется что там? И на заглавии и в этом здании, на этом ограниченном. 5 или 25 это вопрос как раз именно Борис Родионовича. Да, пока у вас 10 тысяч, 20 и 100 тысяч снятие, это может быть, но когда это миллион, это в этом не надо. Даже если миллиарды, речь идет, еще раз повторяю, не о биографической системе, которая представляется в СКБ, а о информационной системе. А вопрос как раз почему там и нет и почему там нет. Ровно поэтому, что не только координация обеспечить, но и создать вот этот, это ему поручено оптимизировать, мы это, конечно, будем реальны принимать, но он за это отвечает. Я просто хотел сказать, что в том же КЛСИ, для того, чтобы предоставлять туда свои базы записей, обязательно присутствие, например, рубрики библиотеки. Неважно, если в Рангусе это из Малайзии или откуда угодно, участники всего этого мирового каталога должны просто это в другую. Может быть, да. Значит, даже такой монстр, какой силы, те не ограничиваются, те не заглавят. Значит, вопрос о каком-то мини-нагрисковском языке, который... учитывая разнообразие в нашей стране, как-то бы еще пока никто ничего не может. Нет, это сейчас идет эта работа. Горкосовский Борис Лебенович ими занимается. В рамках этой обороны. Персонально. Персонально. Центр нет. И он персонально. Он входит в совет в этой системе. Поэтому, может, хочу добавить, вот у меня техническое задание кусочек есть, если я, как я, нещущий, не мечтал. КЗК. Это увлекательное занятие. Не зачикывал. Но тут есть один такой пунктик. Вот я прочитаю на слух, я не знаю, как будет. Система, то есть, это требования, да? Система должна обеспечивать интеграцию с существующими информационными ресурсами сфер образования науки и других областей деятельности, в том числе со сложным каталогом библиотек российского ГУЯ, российским сводным каталогом по научно-технической литературе НТЛ, национальной электронной библиотекой НЕР, сводным каталогом периодики библиотек России СКПБ, объединенным каталогом российских библиотечных консорциумов Арбеконовских, единая система учета результатов научно-исследовательского государственной работы гражданского назначения и управляемого за счет средств регионального бюджета ЕСУ НЕОКО. Вот. То есть, смотрите, была задача сложная, было очень много дискуссий. Одна из них была идея «Давайте мы сейчас все войдем в ГИБЛАТ и правильно будем развиваться». Развивать лингвистику, там еще, понимаете, будем делать правильно, но некогда. решение было принято такое. Мы обеспечиваем совместимость с разными проектами других, ведомством и так далее. Мы не противоречим совместимость, мы обязаны это сделать. Но все-таки основной задачей является не созданием национального библиографического ресурса, а навигационной системы, которая при определенных допусках, мощь, она кривая, косая, она власть все-таки быстрое возможности к локализации полных текстов. Потом все равно она сейчас падет, все равно полных текстов еще и гид. Все равно это будут дневные сети, никаких каталогов не понадобится. Ну, это никак легко, как это. Вот интеграция там с КБР и с Тратегом действительно особых проблем я не вижу, потому что все работают в стандартах, все работают в флус-маркетах, вот здесь более сложные вещи. Вот он, Александр, он сейчас прочитал единую систему учета НЕОКРА, ЦИФИС. Вообще, это огромное количество научно-исследовательских отчетов, колоссально интересный материал, выполненных за счет средств госбюджета. То есть абсолютно все, мы тоже, например, КПНТБ регулярно 2-3-4 отчета ежегодно отправляют туда. Все институты, академии, окраслевые и так далее, библиотеки, имеющие статус научный, все посылают туда свои отчеты. Материал крайне интересный, очень, да, но описаны они там и представлены плохо понятно вообще как. Вот эта задача будет очень сложна. Вот заказчик сказал, вот 6 систем состыкновений. Вот. И как он состыковаться с этой системой? Приезжали уже, мы провели первое встречение, и не будем как состыковаться пока. Там вообще все сходило, все полузакрыто, мы только сейчас откровели. Не опубликованные источники по-разному описаны. То есть, вот это и есть проблема, но ее все равно надо решать. В любом случае. Ну, на самом деле, это не на родном месте. Вот был проект, я вам, что-то помню, лет пять назад, МАК финансировал, РБКОН, ну, сельскую экономику и так далее. И тогда была первая попытка состыковать нестыкуемые вещи, не роман вести Академии наук, потом вот этот информный регистр, да, 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 все центры, правильно, Арбикон, такую библиотеку представляли, 9 федеральных порталов, как интернет-ресурс, ну, там еще что-то. В результате удалось сделать, конечно, при очень больших пропущениях и вообще просто изворотливых программистов. Пришлось, да, зарубить требования к точности поиска, тем не менее, мы впервые объединили поиск по библиотечному пространству, с поиском по выборскому пространству и с поиском по проприетарным системам, проприетарным революансам. Вот то, что в Академии наук это проприетарная система, никакого марка и даже не памятного. Пожалуйста, вопросы и расступление. Пожалуйста. Сегалов Алексей Викторович Информиха. Два вопроса, думаю, что очень простых для Александра Ивановича, наверное, даже вопрос к Александру Ивановичу. Значит, первый вопрос. С точки зрения невысоких технологий, я ищу под впечатлением перечисленных терминов, а с точки зрения пользователя, значит, вот когда мы прослушали доклад Якова Леонидовича, четко поняли, что это навигатор, посводный каталог, навигатор еще с некоторым упрощением к методанным. Значит, есть вопрос такой, если предположить, что в Арбиконе на данный момент, на конец 2011 года было бы не 150 или там 200 членов, сколько-то из них университетов, а все 750, ну, вот та цифра университетов, которую Яков Леонидович озвучил, значит, можно ли было бы сказать, что эта задача уже решена, то, что министерство хочет образования, в первую очередь университетов, и что в общем новая система дает не с точки зрения технологий, понятно, что они совершенствуются, что будет более что-то совершенно, более продвинуто, а с точки зрения пользователя, потому что сейчас то, что у Александра Ивановича есть в Арбиконе, ну, на меньшем числе библиотек, я не знаю, если я скажу 200, она не сильно, но ты все время мне говоришь 200, примерно, давно не видели, стало больше, да, значит, вот вопрос такой, с точки зрения вот простого вузовского там доцента, вот он хочет узнать по сапрамату, там, какие есть учебники и какие есть свои вузовские пособия, на твоем сейчас подмножестве он это решает, если бы было уже 750, все было решено, либо будет какой-то новый функционал, и вторая часть вопроса, ну, чтобы не отвечал, что вы будете интегрировать еще с другими совершенно равнородными системами, такой, если бы не ТЗ министерства, а зачем вообще интегрировать, если есть открытая система по отчетам ЦИТИСа, то ежели мне нужны эти отчеты, ну, я там их и буду искать, а если мне нужно учебное пособие по теорфизике, то я его буду искать, ну, вот, подмножестве университетских, то есть, нужно ли вообще, не потому, что министерство так захотело, а по смыслу, нужно ли интегрировать разные системы, разнородные по саконтенту, потому что пособие и монография это одно, журнальные статьи там, это другое е-лайбрери, ЦИТИС отчеты это там третье, в принципе, можно придумать, давайте вообще все синтегрируем с учетом того, что Google проиндексировал, но такую-то задачу пока не ставят, вот такие вот два вопроса. не могу. Да, ну, спасибо, дожь, вам большое. Мы очень дружим, да, рассказал, минуты, но это тяжело. Да, вопрос, конечно, пилософский, интересный и хороший. на самом деле с того, стоит ли обещательные вещи делать, объединять поиск по разному пространству. Вы знаете, он должен быть, должна быть такая возможность смешать все, что можно и найти хотя бы хоть что-то, но быстро и адекватно. значит, если ты хочешь, знаете, как специалист по Дубин-плюсу получить что-то там, вот там, на всю конкретную идею, специализированную систему. Наш опыт работы с Максом, я думаю, что многие знают, что это такое, показывает, что эклектика вот смесь издания, о которых ты даже не знаешь, общедоступных журналов, научных, лаковских, не лаковских, она очень плодотворна для всех, потому что статьи, например, о которых ты даже не знаешь, что они есть в природе, либо есть в журналах, о природе которых ты не знаешь, позволяет тебе получать вот такой очень интересный выбор и научных, и околонаучных публикаций, и ненаучных публикаций, и для детей по этому вопросу. Вот, то есть, мне кажется, такая возможность должна быть. Система, конечно, очень быстро развивается, становится очень быстрыми интеллектуальными, и в этом плане никто не знает, понимаете, Google так развивается, что вообще скоро один и Google будет вообще. Все, никого не спрашивают, всех сосчитают, все давно персональные данные, давно вы все уже сосчитаны, сфотографированы, введите вам фамилию, я там, я не знаю, но у меня, 100 фотографий моих в интернете, по одному запросу в Google выдаются, и где я живой, и вообще ничего нет. Мало. Значит, да, все это уже дано сосчитано, и Google знает, какой рекламой вы интересуетесь, и где вы проходите мимо какого магазина, и дают соответствующие вороки, и так далее, таргетинг, поиски. Конечно, будет смесь профессиональных поисковых систем с такими системами, которые пытаются сосчитать силами. Ну, что в этом плохого? Да, ну, проверяем, взаимная интеграция. Сейчас уже непонятно, если интернет-технологии раньше развивались и библиотечные совершенно параллельно, и библиотеки пытались не видеть этот интернет и интернет-мальчиков, то потом интернет-мальчики заставили на себя обратить внимание, создав совершенно другие параллельные проекты, которые порождают этот контент. Поэтому, чего, говорит, скажите? Да, говорит. Я на второй вопрос не успел, но, ничего, бывает. Я просто совершенно заворожена тем, что здесь произносилось, я честно говорю, искренне, и я перестала понимать вообще все. Все. Потому что сидят действительно редчайшие, самая лучшая специалисты России говорят, увлечены безумно тем, что они делают, и только так действительно... А что за государственные деньги, у меня не кажется? но я перестала что понимать. Я не понимаю вот чего. Мы для чего, а для кого мы это делаем? Давайте вернемся к первому вопросу, который Алисея может у него ответить. Значит, он спросил следующего, а чего там делать? в Рубиконе все и есть. Сделал. И гугли если бы, да, если их там было бы не 200, а 750, стало бы хорошо. Я не про это, Александр Абачев, я немножко не про это, я совсем про земное, я уже настолько ничего не понимаю, что я совсем вот на землю. Понимаете, как, во-первых, я вас сейчас интересом слушала в ответе вот на вопрос предыдущему коллеге, потому что я помню, что я Галина Крмишенская, все меня связывают с компанией Проглесс. Когда я приходила к Александру Ивановичу еще как представитель компании Cambridge Scientific Abstract и предлагала уникальные базы данных технологии, очень необходимые, но они библиографические были. Александр Иванович говорил, что не нужны нам библиографические базы, а я точно, вот точно так же, вот он повторяет просто все мои слова. Но вопрос мой даже не в этом. Вот я читатель, элементарный, вот я Галина Крмишенская, студентка, аспирантка, я пришла. Это правда здорово, когда есть единая точка доступа для объединенного количества ресурсов. Это благо. Я туда ввела свое ключевое слово. И я получила мгновенный результат, который мне говорит, что вот эта вот моя книга по феофраку